Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ушел безрезиновой куклы. В Барнауле задержали мужчину, который устроил погром в магазине для взрослых. Запрыгнуть в последний вагон. Как в больницах края готовятся к вакцинации и новой волне коронавируса? Цены на стройматериалы падают. А что с ценами на недвижимость? Станет ли жилье в регионе более доступным? 3 сентября костры Рябин будут гореть без спиртного. День города в Барнауле в этом году вновь будет безалкогольным. Постановление подписал глава краевой столицы с 9 утра до 9 вечера руководителям предприятий торговли не рекомендуют продавать спиртное жителям краевой столицы, чтобы избежать беспорядков в общественных местах. Так пояснили свое решение в мэрии. К другой теме. Цены на стройматериалы начали падать в Алтайском крае. Такая тенденция наметилась по целому классу товаров. Но насколько существенно снижение цен и отразится ли это в дальнейшем на стоимости недвижимости, в том числе и социальных объектов, разбиралась Елена Макаренко. В течение полутора лет цены на стройматериалы упорно росли. Периодами их скачки были настолько резкими, что дивы давались и частные, и оптовые покупатели. Алтайские строители даже были вынуждены приостановить стройку многих школ, садов и других объектов по госконтрактам. Сегодня на рынке стройматериалов обратная тенденция. По многим позициям цены снижаются. Но по мнению отдельных экспертов, падение нельзя назвать резким и в реальности от отчетных показателей оно отличается. Снижение некоторое наблюдается на рынке на металл, на пиломатериал. Ну поднялись там на 30, на 40, на 50 процентов некоторые позиции, а сегодня упали там на 5, на 10. Соответственно, это не отвечает реальным затратам, которые сегодня производят строители. В отличие от многих других регионов, у нас строителям удалось пережить очередной кризис, не заморозив жилищные объекты. Но многие застройщики сегодня в долгах. Так только по налогам. Совокупный долг строительного сектора за 6 месяцев этого года порядка 20 миллионов рублей. И все же участники рынка умело адаптируются к его изменениям, считают эксперты. За последние 2-3 месяца нулевых, ну то есть стартов продаж не было никаких. Вот если сейчас мы ожидаем от нескольких застройщиков старта продаж, мы увидим, что определенное движение будет и определенный такой спрос немножечко там повышенный будет. А мы ожидаем, мы знаем, что несколько застройщиков готовят новые ЖК к старту продаж. Это тоже очень хороший показатель. Жилье на нулевом цикле, то есть на стадии котлована, интересно покупателям-инвесторам. Среди них возникнет спрос и как следствие в строительный сектор потекут деньги. Но даже если поток будет мощным, он не сможет особо повлиять на цену квадратного метра. Строз не влияет на цену, это однозначно. Настолько именно, чтобы ну со 120 до там 70 тысяч упасть. Конечно нет. Влияет маржинальность проекта, да, что банк не может разрешить застройщику в убыток строить дома. И соответственно здесь вторая подоплека это строительные материалы. Проектное финансирование объектов. Искроу считание, существенное снижение стоимости стройматериалов. По мнению специалистов, цены на жилье в итоге останутся прежними. По крайней мере в ближайшее время. Но тенденция на удешевление железа, дерева и других товаров это уже сегодня плюс для возведения социальных объектов. Не будет срывов госконтрактов, будут вовремя выполняться инвест-программы. Пока же по ним все печально. Вы посмотрите, какое выполнение плана. Вот я посмотрел за пять месяцев выполнение адресно-инвестиционной программы. 23-25 процентов годовому плану. Ну это полгода, грубо говоря, прошло. У нас четверть выполнения. Ну что мы тут за три месяца. А у нас все-таки зима основное это время. Поэтому это все накапливается. Я думаю, что в этом году, хотя денег добавили в адресно-инвестиционную программу финансирования, но недовыполнение будет больше, чем в прошлом году. Для бесперебойного возведения соцобъектов нужны и доступные цены на материалы, и замещение недоступных сегодня импортных товаров. А для снижения стоимости квадратного метра жилья поэтапное раскрытие скроу-счетов. Только так можно иметь постоянный оборот средств в сфере. Но эту инициативу Центробанк пока не поддерживает, защищая банковский сектор. Елена Макаренко, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители России стали чаще покупать маски и антисептики. Спрос на них в июле вырос на 13%. Причина понятна. В регионах растет заболеваемость коронавирусом. В три раза за три недели она выросла и в нашем регионе. Стало ли больше желающих привиться? Хватит ли при увеличении спроса вакцины? И планируют ли открывать кабинеты в торговых центрах? Об этом в нашем сюжете. Если еще месяц назад в день ставили по 20-30 прививок, то сейчас эта цифра доходит до 100, говорят врачи Барнаульской поликлиники номер 3. Народ пошел, но совсем больших очередей, как это было еще полгода назад, пока нет. Желающих поставить вакцины достаточное количество. И что самое интересное, народ наконец-таки поверил, что это не страшно и что это нужно. Тем более, что август – это самый благоприятный месяц, чтобы перед ожидаемой волной выработался иммунитет. Вакцинация – уже привычное дело, рассказывают пациенты, которые только вышли из процедурного кабинета с плановой прививкой. Добавляют, что лучше перестраховаться, ведь встречать очередную ковидную волну нужно без паники. До этого ставила прививку в прошлом году. Такую же двухкомпонентную, абсолютно не больно. Мы делаем четвертый раз. Состояние всегда прекрасное, никаких проблем не было совершенно ни разу. Ну и вот теперь пришли снова. Доверяю. Мы и от гриппа привились, мы делаем все прививки. Все соблюдаем. И маски носим, как положено, и все такое, когда начинается этот вирус. Но хватит ли вакцины на всех? Эпидемиологи уверяют, проблем не возникнет. Сейчас на складах более 250 тысяч единиц. Вакцины обеспечены не только поликлиники, но и участковые больницы, ФАПы и отдаленные районы края. А вот будут ли снова открывать пункты вакцинации в ТРЦ, пока неизвестно. Необходимость будет обусловлена тогда, когда будут очереди. Очередей нет. А мы зачем людей будем снимать, для того, чтобы привить пять человек и в это время стоять пустые прививочные кабинеты в поликлиниках. На сегодняшний день взрослым можно привиться спутником ВИИ, то есть гам-ковид-ВАК, а детям от 12 лет – упрощенным компонентом спутника М. Первый компонент полностью соответствует существующему ранее спутнику ЛАЙТ, поэтому повторную прививку можно поставить первым компонентом гам-ковид-ВАК. Кто не прививался, тому нужно поставить обязательно две прививки. Напомним, что поставить прививку можно в любом лечебном учреждении по предварительной записи, через регистратуру или госуслуги. А к маломобильным людям врачи могут прийти на дом. Мария Мацаева, Вадим Быстревский, День с толком. Ямы вместо погребов. Такая картина появилась недавно в одном из дворов Барнаула. По словам жильцов, после разбора погребов никто не устраняет ямы, а вот упасть в них может кто угодно. Как борются с проблемой, узнавала Анара Шагирова. Яма где-то метров пять глубиной. Я уже огораживал лентами. Что только не делал. Смотрите, железовик как он торчит. Ребятишки или кто-нибудь взрослый упадет, так он не вылетит. И таких экс-погребов на территории между домами на Островского 50 и Сакова 232 можно насчитать несколько десятков. Одни ямы закидали мусором и ветками, в других все еще виднеется дно. Местный житель, у которого под окном поляна из погребов, рассказывает, это место давно привлекло внимание черных копателей. Я говорю, что вы тут делаете? Мы с разрешения копаем, железо добывают от них. Приедет машина, закопаем все. Закапывают до сих пор, уже второй месяц. Кто владеет этими погребами, неизвестно, говорит житель. Может быть, чужие владения раскапывают, пока хозяева не в курсе. И добавляет, в этих местах часто играют дети. Случись что, кто будет отвечать? ДС-2 говорит, что это администрация, вот эта территория, друг на друга перепираются. Я тогда позвонил Буевичу, депутату нашему. Мне всегда сказала, что вам позвонит помощник. И с 18 числа я жду, когда помощник мне позвонит. Раз в четыре я звонил уже. Однако чудесным образом прямо у нас на глазах подъехали машины с песком и выгрузили его под окна жителей. А после рабочие сообщили, что прибыли по распоряжению районной администрации. На днях приедет трактор и от ям избавятся. В свою очередь чиновники ответили нам, эта территория неразграниченная, что по сути значит бесхозная. Но город работы на ней проводит. В настоящий момент проводятся работы по завозу грунта для отсыпки провалов от погребов на данном земельном участке. Эту работу мы планируем завершить на текущей неделе. А жители пока снова остаются в недоумении. Как будут засыпать ямы, если песок высыпали совсем с другой стороны? Неужели трактор поедет по целым погребам? Но тут, как говорится, время покажет. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Все школы Барнаула готовы к поднятию флага с 1 сентября. Речь идет о новой традиции, которую ввели во всех школах страны. В начале каждой недели в образовательных учреждениях будут поднимать государственный флаг с исполнением гимна. Как будет выглядеть это мероприятие, расскажем далее. Знаменные группы, поднятие флага и гимн. Все это не в новинку для 53-й школы, так как в учреждении есть и правоохранительные классы. И все же теперь в школе, как и во всех школах страны, каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага с исполнением гимна. А церемония спуска в конце рабочей недели. Все это доверят школьникам, которые имеют достижения в учебе, спорте, а также дети, которые наоборот требуют внимания, так сказать, для перевоспитания. Конечно, как руководитель я понимаю, что всех детей собрать на церемонию поднятия государственного флага практически невозможно. Но, думаю, здесь тоже есть решение данной проблемы. И связано оно с тем, что в век цифровых технологий можно организовать прямые трансляции в классных кабинетах, когда ребята тоже будут сопричастны к этой процедуре. На следующей неделе здесь установят 9-метровый флагшток. Само мероприятие во всех школах будет проходить по единому стандарту. Кстати, в Комитете по образованию Барнаула пояснили, в дожди и в мороз никто не будет заставлять детей выходить на улицу. Флагштоки установлены на территории образовательной организации, то есть подъем будет в летний, весенний сезон на улице, организован на территории школы, в более прохладную погоду, зимой и осенью, в здании школы. И еще одна новая традиция. С 1 сентября в школах откроются центры детских инициатив по типу пионерских комнат. Здесь школьники смогут участвовать не только в жизни школы, но и в жизни города. Вот это общение живое позволит разрабатывать различные проекты, интеллектуальные, творческие, позволит им встречаться с лучшими представителями родительской общественности, вообще с общественностью, с почетными жителями города Барнаула. Но главное, чтобы в некоторых школах этот патриотизм не скатился в формализм, ведь все эти новшества нужны не для галочки, а для воспитания подростков. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Возможность учиться и работать в англоязычных странах для россиян стала призрачной. Несколько дней назад жителям нашей страны стал недоступен самый популярный тест на знание английского – TOEFL. Правда, уже спустя пару дней ситуация изменилась. На территории других стран или удаленно экзамен россияне все-таки смогут сдать. Но понервничать успели многие. Мы решили узнать, что думают о перспективах английского языка в нашей стране те, кто его преподает и с ним работают, и есть ли плюсы от вводимых запретов. Анна, руководитель языкового центра, говорит, жители края в связи с невозможностью сдать тесты на уровень владения английским не особо и потеряли, ведь желающих жить и работать в англоязычных странах у нас в регионе совсем немного. Не то, что в Москве и Питере, тем более в помощь альтернативные тесты. Есть, например, от British Council Test English Score. Он сдается онлайн, стоит тоже определенных денег. Он не очень дорогой, он стоит около 25 долларов. И его можно сдать, поменяв просто страну в App Store или в Play Market. Тем же москвичам при поступлении, к примеру, в RUDN за успешную сдачу тестов на знание английского, добавляли баллы. Важен был уровень языка и при желании попасть, например, в высшую школу экономики. В наши вузы такие экзамены не требуются. Но это не значит, что желающих изучать английский на просторах региона стало меньше. Я вчера даже специально провела опрос в Telegram у нас в соцсетях. То есть чувствуется ли вам, что английский не нужен в будущем. Ну вот знаете, там не очень много человек проголосовало, но может быть там человек 25, например. И из них человека три только так проголосовали. Мы живем все равно в интернациональном обществе, и английский так или иначе где-то нужен. Где без него точно не обойтись, так это в IT. Ведь англоязычный интернет составляет 56% от общемирового. Это общая библиотека доступа, это обмен знаниями. В IT-сфере она очень близка к научной сфере. То есть нужен обмен между разными школами, разными странами. Вот если это будет пресекаться, то это будет большая проблема потихоньку. То есть должен быть доступ к этим библиотекам. Поэтому английский язык, он жизненно необходим. Пока никаких проблем айтишники не испытывают. К тому же английский в обычных и языковых школах никуда не исчез. Его можно изучать и самостоятельно. Правда, ряд преподавателей считают, что совсем скоро прибавится желающих изучать восточные языки. В последнее время, это моя личная оценочная точка зрения, мир страдал перекосом в сторону такой англоцентричности, я бы сказал. И теперь мы просто возвращаемся в состояние естественного баланса. Люди, которые осознанно изучают корейский, китайский, японский, турецкий языки, они для себя это связывают с возможностью будущего трудоустройства, выезда, опять же, как вы правильно сказали, на стажировку, в командировку. А кое-кто откровенно собирается замуж и с этой целью тоже учит язык. Вот. Ну, в основном, конечно, это для учебы, для работы и в целях саморазвития. И еще, в какую бы сторону ни повернула политическая составляющая России, на восток или снова на запад, эксперты в области языков уверенно заявляют, лучше изучать сразу несколько новых. Брать несколько языков разных групп, например, китайский, английский, какой-нибудь французский, испанский, что-то там еще такое интересное, может быть, экзотическое, и тогда это учится легче. То есть мозг раскрывается, и знания усваиваются легче. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский, Дмитрий Денисов. День с толком. Ничего не украл, но шороху навел. На Барнаульский магазин для удовольствия сегодня совершил налет неизвестный мужчина. Об этом нашему телеканалу рассказала сотрудница секс-шопа, которая за 20 лет работы впервые столкнулась с подобной ситуацией. Зашел мужчина и начал просто хватать все с полок. Я начала просто у него это забирать. И он тут же выдирается, бросает, хватает. Следующий, вот видите, беспорядок. Ну вот и так далее. Пришлось закрыть его здесь и уже вызвать охрану. Он, на ваш взгляд, адекватный? Нет. Неадекватный, потому что он даже, когда магазин был закрыт, он никуда не торопился. Он был здесь и все. Рассматривал витрины? Ну, не рассматривал. Он своими делами пытался заниматься. Там же вот, когда охрана приехала. То есть он по назначению пытался использовать? Мужчина, совершившего налет на барнаульский секс-шоп, задержала полиция. Сейчас устанавливают его личность. Проводится проверка. По словам продавщицы, пострадал товар. Многие упаковки вскрыты. Сейчас в магазине подсчитывают ущерб. Директор Алтайского краевого театра драмы Любовь Березина получила звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Это звание присуждается указом президента за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Любовь Березина возглавляет театр драмы имени Шукшина почти 11 лет. За эти годы, как говорят ее коллеги, драма вышла на совершенно другой уровень. Например, в прошлом году театр получил всероссийскую премию «Звезда театрала» как лучший региональный театр. Как отметила сама Березина, теперь уже «Заслуженный работник культуры» цитата «Теперь пахать надо еще больше». Кстати, почти все жители России очень устали. Центр общественного мнения провел опрос среди жителей страны. Цифра получилась внушительной. 90% россиян испытывают усталость. Согласно статистике, с разной периодичностью усталость испытывают 88% людей. Причем среди молодежи в 18 и 34 лет это абсолютное большинство. 96-97%. Ежедневно с таким состоянием сталкивается треть наших сограждан – 31%. Среди основных причин усталости – работа, семья и дети, выгорание, а также отсутствие самореализации. А входит ли в число уставших людей барнаульцы и от чего они устают? С таким вопросом мы вышли на улицы города. Ну, проблем, конечно, хватает. Но оптимизма еще больше. Я живу на даче, мне вообще там все в радости хорошо. Мы как-то не уставали никогда. И сейчас уставали после вируса. А так нормально все. Я после инсульта, я хожу, это вот вчера, вот весь район, и до самого Малахова, и оттуда. Выдохнули и пошли снова работать. Все зависит от наших мыслей, как себя настроишь. Ну, только если поднятие зарплаты, все равно поднимет моральный дух. Когда вот утро начинается, на дороге бывают всякие там нехорошие люди, то есть не фиксировать внимание на эти мелочи жизни, позитивный настрой, музыку хорошую слушать по дороге. Жизнь прекрасна, относиться ко всему легко. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...